Я знаю, что Александр Дмитриевич в жестком временном прессинге находится у него через полчаса встреч с президентом. Тем не менее, я бы просил коротко, буквально ответить на один вопрос. Сегодня субъекты Центрального федерального округа существуют в едином законодательном поле, казалось бы. Тем не менее, одни субъекты успешны по привлечению инвестиций, другие не очень. Как Вы думаете, что это? В чем причина? Это человеческий фактор или это отсутствие регионального законодательства по государственно-частному партнерству или отсутствие гарантии инвесторам? Сергей, спасибо. Вы знаете, Вы абсолютно правы, приходят в регионы разные команды в зависимости от их подготовки, от их квалификации и зависит продвижение региона, в том числе и привлечение тех или иных инвестиций. Если в целом региональные команды заинтересованы в улучшении качества жизни людей, имея, наверное, не те комфортные условия, как Москва, допустим, или ряд других регионов, то они начинают с нуля и показывают результат. Вот, допустим, мы можем с Вами привести пример Белгородскую область. Практически федеральное законодательство никаких проференций не выделило в отношении Белгородской области. Но, тем не менее, если посмотреть за последние 10 лет, Белгородская область стала локомотивом. Или взять, допустим, Калужскую область, где вообще не было ни одного закона о создании экономических зон. Тем не менее, своими нормативно-правовыми документами команда Тульской области, она сумела создать такие условия для привлечения инвестиций, что сегодня непосредственно Калуга является тоже флагманом в инвестиционном поле за счет только непосредственно приведения в порядок и гармонизации своих нормативно-правовых документов. Ну и, естественно, создание условий для развития бизнеса в целом. Вот, допустим, губернатор дает крупному, правда, не мелкому бизнесу, но крупному бизнесу свой личный телефон и говорит, если у вас какие-то есть проблемы, пожалуйста, звоните. Это имеет воздействие на тех чиновников, которые нерадиво исполняют те или иные обязанности. Но если говорить в целом, то, безусловно, кроме человеческого фактора существуют еще и возможности самого региона. Тот потенциал, научный потенциал, кадровый потенциал, природные какие-то ресурсы существуют. Это тоже нужно с этим считаться. Но с вами я здесь соглашусь. Конечно, человеческий фактор является, наверное, основным. Потому что так, как хозяйка, которая может из ничего приготовить прекрасный хороший обед, и все нормально, в порядке, и другая нерадивая хозяйка, которая из великолепных продуктов не может приготовить нормальную пищу. Поэтому здесь два фактора. Но главный момент, что нужно понимать, что развитие бизнеса в том или ином регионе – это, конечно, дорога с двухсторонним движением. Это должны и власти создавать соответствующие условия, но и сам бизнес тоже должен быть ответственный. Потому что если посмотреть в разрезе бизнес по Москве в целом, о чем я уже говорил, то очень много спекулятивных проектов, которые просто-напросто купил, продал – это не бизнес. Это не создание добавочного продукта и многое-многое другое. И Москва сейчас этим начинает заниматься. Конечно, Москва может себе это позволить. Она может выбирать себе более качественно необходимый инвестиционный ресурс. В регионах это немножко посложнее. Но вот я с Аркадием бы согласился, что сегодня регионы, продвинутые регионы, я имею в виду более интеллектуальные команды, они, конечно, уже у федерального центра ничего не просят. Если мы посмотрим на законодательство федеральное, то практически все необходимые законы, нормативно-правовые акты, в большинстве своем они приняты, где-то на 95%. Осталось немножко гармонизировать нормативно-правовые акты федеральные с региональными. Тогда произойдет, наверное, та золотая середина, при которой бизнесу и инвесторам будет комфортно. Но здесь надо понимать абсолютно всем, не только региональным властям, но и всем, кто привлекает бизнес, понимать, что за бизнесом надо просто ухаживать. Это как дерево. Если садовник хорошо ухаживает за деревом, то и приносит плоды. Так и за бизнесом нужно. Его не нужно пощипывать, сажать некоторых в тюрьму, заводить уголовные дела, а просто создавать условия. Тогда все будет в порядке. Сергей, большое спасибо. Я тоже хочу извиниться перед участниками форума. К сожалению, встреча следующая. Я бы хотел вам пожелать успехов, удачи. И хотел бы поддержать то, что здесь было сказано. Бизнес и те, кто занимаются бизнесом, это люди смелые. Это люди активные, это люди креативные. Их никакими трудностями не испугаешь. Продолжение следует...